Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня я решила устроить некий романтический ужин. Только я и вы. У нас с вами здесь курица по-азиатски. Рецепт я оставлю внизу, но там, правда, крылышки. Но по тому же самому рецепту можно приготовить и грудку. Она получается невероятно нежная, обалденно вкусная. И кушают ее обычно палочками. Я попробую. Если не получится, перейдем, пожалуй, на обычную вилку. Здесь у нас вино. Красное, полусладкое. Я люблю, на самом деле, вино и не считаю что-то плохое, да, чтобы выпить вино. Мне кажется, это нормально. Иногда мы же с вами не алкаши. Ой, какое вино классное! Я, например, коньяк, водка, даже шампанское не очень люблю. Пиво иногда можно, и можно вино. Но именно с этим блюдом. Очень в тему вино. Теперь больше будет домашней еды. Эту идею вообще придумала мамочка. За что ей огромное спасибо. Спасибо. Вчера ночью Лазила в инстаграме. У меня появилась идея купить что-то себе золотое. Не с бриллиантами, а просто золото. Кто не знает, золото очень сильно подорожало. Везде кризис. Как бы люди не знают, во что вкладывать. Поэтому вкладывают золото. Поэтому вот так вот резко подскочило золото. Но дело тут даже, знаете, не как вклад. Я просто хочу, чтобы у меня была цепочка. Я хочу две цепочки, соединенные вместе. Уже выбрала модель, которую я хочу купить. То есть это не вложение денежных средств. Я просто хочу красивое изделие. Обычное, бижутерия. Мне сразу темнеет. Я вообще не люблю цепочки и кольца бижутерию. У меня вот колечко, но с бриллиантами. 750 проба. Ношу уже лет 5 точно. Но уже времена поменялись. Мне эта модель не очень нравится. Но колец у меня много. Были времена, когда у меня было столько золота. Но мне пришлось все это продать. У меня у брата были проблемы со здоровьем. И срочно нужны были деньги. Вот когда срочно нужны деньги, золото имеет невероятную ликвидность. Ничего ты не можешь так быстро продать, как золото. Просто хотела себя как-то порадовать. А сначала хотела себе купить Apple Watch. А потом я подумала, что на эту сумму я могу купить себе цепочку с бриллиантами. Я вообще не люблю часы. Очень редко их ношу. Возможно, потому что у меня нету дорогих, хороших часов. Но покупка золота, мне кажется, это хорошая идея. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, хотели бы вы видеть такой влог. Как я иду, покупаю, показываю модели. Загвоздка как раз-таки заключается в том, что у нас есть большие как бы молы, где продается золото. И там прилавки очень близко расположены друг к другу. Из-за коронавируса, из-за вот этих всех моментов уже давно, давным-давно они все закрыты. А я не могу покупать золото как бы онлайн. Мне надо померить, посмотреть на себе. Можно заказать онлайн, и тебе привезут домой абсолютно бесплатно. Но это все-таки риск. А вдруг не понравится, вдруг не будет по душе. Когда даже заходишь в магазин, бывает какое-то поношенное, как будто не так круто блестит. И вообще даже, знаете, с Алиэкспресс уже в последнее время ничего не заказываю. Не только из-за того, что посылки не доходят. Просто намного круче померить, посмотреть, пощупать, потрогать, и потом уже купить. А то постоянно берем кота в мешке. Непонятно, что придет, как придет. Если просто пришло, мы уже рады. Вау, пришло. Как круто. Как вкусно. Все добавляется. Соевый соус, сверху еще кунжут. Сладко-соленый этот соус. И мясо прям мягкое-мягкое. Ваше здоровье, мои пупсики. Давайте немножко пройдусь по вопросам. Здесь такой интересный вопрос. Айка, в чем вы разные с Фати? Например, совершенно разные. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Несмотря на то, что у нас есть общие хобби, общие какие-то, не знаю, взгляды на жизнь, мы очень тесно общаемся, несмотря на все это, мы совершенно разные. на мой взгляд, элементарным вкус в одежде. То, что мне нравится, не нравится Фати. И наоборот. То есть, вкус у нас совершенно разный. Некоторые взгляды на жизнь у нас, например, разные. Я не могу сказать, что мы прям очень похожи. Нет, это будет неправда. Конечно, мне бы хотелось, чтобы мы были по всем одинаковые, но, наверное, тогда нам бы не было бы интересно вместе. Например, в чем-то мы схожи с Шелли, с чем-то мы похожи с Фати. Есть какие-то темы, которые я могу обсудить только с Шелли. Есть какие-то моменты, которые только с Фати, например. Поэтому тут пока о двух концах. У меня еще одна подруга есть, но, правда, с ней мы в последнее время мало общаемся. Она вообще не говорит по-русски, не понимает. С ней как бы другие темы. То есть, невозможно сказать, что у меня есть подруга, которая мы вот одинаковые, прям вот один в один. У меня у парня есть брат-близнец. Например, внешне они одинаковые, но, опять же, внутренне нет. То есть, все мы так или иначе разные. И поэтому, кстати, когда говорят, что вот городскоп, если родился в такой-то луне, не знаю, такого-то числа, вот у тебя такой-то характер. Например, вот два человека родились в один и тот же день, в один и тот же год. Но они совершенно разные. Поэтому я как-то не особо, знаете, верю в эти городскопы. я думала, что многовато будет. потому что здесь две грудки. Но после того, как мы с мамой жарили, она в два раза уменьшилась. Но мягкое. Супер. Очень мягкое мясо. Завтра, кстати, буду снимать суши. И не только суши, там будут еще креветки. Короче, такой микс. Интересный очень. Надеюсь, что вам понравится. не все морепродукты я люблю. Морскую капусту пробовала, вообще не понравилась, вообще не зашла. Есть у меня среди подписчиков люди, которые любят морскую капусту. Вот мне просто интересно, если есть, отпишитесь, пожалуйста. я слышала, что она очень полезная. Она и на внешний вид красивая. Я подумала, что вот буду хрустеть, сидеть на мукбанке. Попробовала и была в шоке. Реально вообще не понравилась. Это просто такой соус обалденный. Айка, расскажи, пожалуйста, про традиции и обычаи в азербайджанской семье и вообще в повседневной азербайджанской жизни. Таких особых, знаете, традиций нет на самом деле, но, например, когда ты заходишь в автобус, девушка, парень обязательно встает, дает тебе дорогу или предлагает сесть. Это очень круто. Есть какое-то уважение к женскому полу. Элементально, когда ты стоишь на кассе, тебя просто так пропускают иногда вперед, потому что ты девушка. ты идешь с сумками, тебе обязательно помогут, предложат. Есть плюсы, также есть и минусы. Здесь, например, очень много сплетен, так можно сказать. Этот сосед сплетничает про того соседа, тот про другого. Но больше, наверное, это характерно деревням. Я, например, в здании никого не знаю, соседи. У нас бабушка всегда ругается, что надо дружить с соседями. Соседи это ваше все. Завтра тебе что-то может пригодиться или ему что-то понадобится. Ой, я уронила. В общем, с соседями мы особо не общаемся и мне проще так жить на самом деле. так, вот, так, вот, есть такая традиция когда девушка выходит замуж она плачет не плачет не потому что ее насильно выдают замуж а просто потому что ей грустно прощаться с этим домом, получается что она переезжает и как бы из этого она плачет много традиций, если вы хотите я могу снять для вас отдельное видео про все традиции Азербайджана и вообще Кавказа пишите пожалуйста в комментариях обязательно сниму на этом все, я поела, было очень вкусно спасибо, что досмотрели это видео до конца всех люблю, целую с вами была Эйка Эмили всем пока